Тема детского травматизма на дорогах становится все более актуальной. Даже в Наринмаре, городе с не столь активным дорожным движением, ДТП с участием несовершеннолетних стали происходить регулярно. В этом году Нинецкий округ присоединился к федеральному проекту «Детство без опасности», который реализуется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Представители региона приняли участие в видеоконференции, которая прошла накануне начала нового учебного года. Культура бывает разной, в том числе и на дороге. Соблюдение дорожной безопасности – это залог сохранения здоровья жизни взрослых и детей. Однако часто водители пренебрегают правилами безопасной перевозки детей в транспортном средстве, ссылаясь на свой опыт вождения. А некоторые мамы считают, что их руки – самое безопасное место для ребенка в машине. Статистика свидетельствует об обратном. Так, в Наринмаре в 2019 году произошло 4 ДТП с участием несовершеннолетних детей. Двое из которых были пассажирами. Пострадали также юный велосипедист и ребенок-пешеход. Тревожная статистика этого года. За 8 месяцев 2020 года произошло уже 5 происшествий, где один пострадавший пассажир, двое велосипедистов и двое пешеходов. В каждом ДТП с участием ребенка произошедший за последний год, в том числе в текущем году, у нас установлены основные причины, в результате чего у нас дети пострадали. Это водитель не обеспечил правильную перевозку ребенка в салоне автомобиля, а также следующая, другая причина – водитель неправильно выбрал безопасную скорость при перевозке ребенка. Только за последние три месяца в Наринмаре произошло три дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних. Дети получили травмы. Чаще всего ДТП происходит на оживленных, нерегулируемых пешеходных переходах. Один из них в районе очистных сооружений. Напротив коммунального объекта расположен скейт-парк – центр притяжения детей и подростков. А значит, водителям нужно быть особенно внимательными на дороге в этом районе. Пешеходные переходы установлены здесь в основном на поворотах, что создает опасность для всех участников дорожного движения. Дополнительным напоминанием соблюдения скоростного режима для водителей служат светофорные объекты на пешеходных переходах. Только в 2019 году их было установлено 8 штук. В МБУ-чистый город, 10 светофорных объектов, установлены светофоры типа Т7 для обозначения именно пешеходных переходов в районе образовательных учреждений, для обеспечения безопасности и детей, и родителей. Виновниками ДТП являются не только водители, но и пешеходы. Почему-то некоторые молодые мамы с колясками, а зимой санками считают, что имеют право на переход проезжей части в любом месте, забывая, что рискуют не только своей жизнью, но и жизнью своих детей. Просто им так удобно. Чтобы поднять уровень грамотного поведения на дороге, три года назад был создан всероссийский проект «Детство безопасности». Проект реализуется на базе перинатальных центров и родильных домов для будущих мам. В этом году к проекту присоединился и Ненецкий округ. У нас трое сотрудников прошли вчера обучение в онлайн-лижи с тренером по обучению установки кресел. Прошли обучение, поэтому мы планируем до всех мамочек, которые у нас будут, довести эту информацию, чтобы дети безопасно транспортились, начиная с родильного отделения домой и на будущее. Как мамочкам гулять с колясками, то есть мы получили много информации от тренера и планируем это теперь довести до наших родителей в будущем. Надеются на авось и некоторые родители-автомобилисты, экономя на приобретение специальных удерживающих средств или покупая их просто для того, чтобы избежать штрафа, но должным образом своих чад не пристёгивают. У нас есть некоторые моменты, проблемные моменты, когда ряд водителей пренебрегает безопасностью перевозки ребёнка в салоне автомобиля. Так, в течение семи месяцев этого года, при надзоре здорового движения сотрудникам госавтоинспекции привлечено 74 водителей за нарушение правил перевозки детей в салоне автомобиля. В прошлом году было у нас такие факты в 60. В рамках проекта «Детство безопасности» специалисты рассказывают родителям, как правильно установить детское удерживающее средство в автомобиле, чтобы обеспечить ребёнку не только комфортную, но и безопасную поездку. Ведь это залог сохранения здоровья и жизни детей. Также одна из главных обязанностей взрослых – проводить беседы со своими детьми с самого раннего детства, чтобы привить им привычку безопасного поведения на дороге. Ежегодно в России случается более 24 тысяч ДТП с участием несовершеннолетних. Перебегал дорогу в неположенном месте, не убедился в безопасности манёвра на пешеходном переходе или был не пристёгнут в автомобиле. Малейшая неосторожность может привести к травмам или смерти ребёнка. И только мы, взрослые, можем уберечь их от катастрофы. Екатерина Дементьева, Дмитрий Лукевич, Леонид Шишелов, Владислав Носкин, Телеканал Север.